Из Казахстана с любовью новый мессенджер от отечественных разработчиков защитит частную переписку. What's up или what's happened? Популярный мессенджер может угрожать вашим деньгам. Запомнить всё студенты смогут сохранять в смартфон, изображённое преподавателем на доске. Здравствуйте! В эфире телеканала 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. В начале выпуска о приложении для смартфонов, сделанном в Казахстане. Не часто бывают такие новости, но тем приятнее о них рассказывать. Казахстанские разработчики создали мобильный мессенджер. Назвали апплит «Салем». Вполне подходящее название для отечественной программы для переписки. Мессенджер «Салем» уже доступен в онлайн-магазинах приложений для андроид и яблочных устройств. Впрочем, на неофициальных сайтах замечена версия для Windows Phone. Отличительная особенность – приложение ориентировано на безопасную и конфиденциальную переписку. Пользователи могут задать интервал времени, после которого сообщения будут удалены. Все послания при переписке шифруются, а на программных серверах, если и хранятся, то в виде цифровой абракадабры. Ключи для расшифровки индивидуальны для каждого чата и вырабатываются по алгоритму Диффи Хеллмана. Разработчики отмечают, что таким образом, не опасаясь за то, что данные будут похищены, можно пересылать, к примеру, номера банковских карт или их пароли при необходимости. Кстати, только за первый месяц Нового года в нашей стране было заведено 15 уголовных дел, связанных с информационными технологиями. 7 из них по фактам неправомерного использования чужой конфиденциальной информации. Так что Салемы надо шифровать. Благо для этого уже есть одноименное приложение. А следующая новость будет полезна особенно тем, кто прямо сейчас строчит в WhatsApp очередное сообщение. Будьте осторожны. Антихакеры предупреждают об опасностях, связанных с использованием именно этого мессенджера. И начались они, когда у приложения появилась десктопная версия. Этим-то мошенники и воспользовались. Злые мышленники рассылали по электронной почте письма с предложением установить клиент для WhatsApp на компьютер или ноутбук. Ссылка в письме вела не на официальный сайт, а на его клоун с вредоносным содержанием. Ничего не подозревающий пользователь скачивал троян-загрузчик-даунлоудер VBQRM, который в свою очередь устанавливал хакерскую программу SpyBanker Abot. Это по-настоящему троянский конь, поскольку незаметно, находясь в операционной системе пользователя, вирус способен воровать логины и пароли при интернет-банкинге. Мошенническую схему разоблачили специалисты лаборатории ESET. Эксперты включили параметры, нейтрализующие угрозу, в новый пакет антивирусного обновления и порекомендовали игнорировать подозрительные письма, а также тщательно проверять названия веб-сайтов в адресной строке, даже если те, на первый взгляд, не вызывают никаких подозрений. Вспомните то неловкое чувство, когда человек что-то изображает на доске, а затем стирает, а вы не успеваете это что-то, непременно важное, записать. Вспомнили? Все можно забывать. Благодаря создателям устройства Equal Smart Marker они решили, что любая окружающая нас поверхность должна быть умной. Гаджет представляет из себя маркер и губку, которые оцифровывают изображение на доске и передают на смартфоны, планшеты или ноутбуки в режиме реального времени. Максимальный размер доски может составить почти 5 метров на полтора. Все движения маркера передаются на устройства слушающих. Умная губка умеет стирать данные сразу с доски и цифровой копии. Без паники, их можно вернуть благодаря хранилищу, в котором содержатся все данные. Объем составляет 4 гигабайта. Этого вполне хватит, чтобы сохранить информацию с какой-либо презентацией или университетских лекций. Кстати, без подзарядки Equal Smart Marker работает в 8 часов. Устройство появится в продаже по цене 700 долларов США. Ждем тендеров по закупам на сайтах отечественных вузов. На этом все. Заходите в архив программы на сайте 24KZ, если пропустили какой-либо из выпусков, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. До встречи в эфире и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok